Здравствуйте, дорогие друзья! 131-й Псалом. Небольшой Псалом, очень интересный. Написано, что суть этого Псалма, что как грудной младенец безгранично доверяет матери, так Давида было такое упование на Бога. Молитва против высокомерия называется Псалом 131. И вот считает человек, который чувствует, что что-то у него там слишком поднимается. То же самое пишет в других источниках. Полезно, чтобы смирить гордыню, когда ты чувствуешь, что что-то, ну, зазнался ты слишком. Очень интересный первый пэрок Тегелим, Цфарде, так сказать, написано, «Всевышний не гордил сердцем и не возносилось глаза мои». Эти слова написано, произнес царь Давид, когда шел по берегу реки. И он сказал, Господь мира, был ли когда-то человек, который так благодарил и восхвалял тебя, как я. И в это время появилась лягушка. Я сказал, не гордись, ибо я сделала больше тебя. Я жертвовал своим телом, выполняя приказы Бога, как написано река Нил, восхешить лягушками. Более того, сказал лягушка, я восхваляю ночью, днем, без перерыва. Услышал это Давид и сказал, Всевышний не возгордило сердце мое и не вознеслись глаза мои. То есть именно поэтому этот псалом считается очень великим для именно того, что я говорил, от гордыни. Кстати, есть еще один интересный момент, что в «Перакшарат» песни творения «Лягушки» именно доверено одно из самых важных благословений, которое завершает такие ключевые слова юдаизма, как «Шма Израиля», «Анабекох», то, что ангелы происходят в высших мирах, произносят это «Барушин хвот мальхутоли алам ваэт». Именно эти слова, это благословение считается ключевым в самой торжественной молитве всех трех служб. Кадыш, уже на «Арамите» и «Ейшмейрабам» и «Арахлялам» и «Альма» и «Альмая». Но не будем отвлекаться. То есть в этом псалме заложено что-то, может быть, не до конца еще раскрытое. Последнее, что написано в книге «Шему Штигилим», это что от гордыни Гавэй для взращивания себе скромности читать три раза в день. Вот, пожалуй, все. Не будем гордиться. Брахава от слуха. Субтитры создавал DimaTorzok